Сегодня мы с Алексеем уже выступаем в непривычных для себя условиях, то есть в обычных стационарных домашних. Я, честно говоря, уже начинаю отвыкать, что такое вебинар из дома в привычных условиях, поэтому друзья, разрешите поприветствовать. Сегодня 7 июня, до Экофеста осталось 23 дня. Друзья, это, конечно, время летит стремительно, еще буквально вчера мы с вами обсуждали, что 100 дней до Экофеста, что еще идут работы. Сейчас уже готовятся последние штрихи, хотя объем выполняемых работ к тому, чтобы показать очень и очень большой и дерево целей, которое выстроено и должно сойтись именно 1 июля в 11 часов. Я почему называю прям, друзья, даже часы, потому что некоторые работы будут делаться еще за сутки и даже менее, чем за сутки до демонстрации. Поэтому это не то, что сейчас, как говорится, последняя ночь, как у студентов или когда зачет. Это плановая работа, просто Экофест поставлен именно как плановое мероприятие и очень многие работы выполняются именно к 1 июля. То есть к 1 июля будет закончена уже окончательная отделка к демонстрации 24-местного юнибуса, будет окончательная сборка юнитрака, который также будет показан. Ну, юнипайк вы видели в прошлом репортаже, он уже сейчас начинает скоростные испытания, то есть на том участке предела, который он может достигнуть. Поэтому, друзья, давайте еще о двух таких очень важных моментах, которые мы подняли на прошлой неделе. Ну, я, в принципе, это была ожидаемая реакция, но я бы просил к ней относиться несколько в рабочем порядке адекватно, потому что некоторые партнеры мне звонили, что даже мы отказываемся ехать на Экофест, потому что было заявлено, что в динамике юнибайк и юнибус показаны не будут. И что это пошли разговоры чуть ли не обман инвесторов, и что мы опять морочим кому-то голову. Друзья, я просто был поражен, я с одним партнером, мной уважаемым проговорил очень жестко и просто поставил на место, чтобы не то, что поставил на место, но я сказал, что если в таком тоне и так дальше будет разговор, то со мной больше не разговаривать в таком виде и в таком тоне. Потому что, друзья, я объяснил, и мы, это было принято решение юницким как генеральным конструктором, исходя из того, что это очень значимое мероприятие для Беларуси. 5 тысяч человек из более чем 60 стран, это очень значимое событие. Там прорабатываются и вопросы безопасности, и вопросы недопущения провокаций, недопущения диверсий. Это все, друзья, на таких мероприятиях и готовятся, и у нас есть информация о том, что ряд сегодня определенных сил, которые попытаются и сорвать, и устроить там определенные провокации. И нам просто было запрещено показывать машины в движении при стечении 5 тысяч человек. И как можно называть, друзья, это каким-то с нарушением договоренностей, когда на следующий день после нашего вебинара, в четверг, друзья, вышел огромный серьезный репортаж головной компании, где вы видели, что Кереченко с Никитой, они снимали и брали интервью у Юницкого, причем это именно в режиме реальной записи. На заднем плане со скоростью 85 км в час проезжал Юнибайк, и после этого утверждать или говорить, что есть какая-то бухатория, это самое что-то, потемкинские деревья. Деревня, друзья, даже не хочу об этом слушать и говорить. Поэтому еще раз повторюсь, что не будет никакой динамики только из вопросов безопасности. И когда вы приходите на авиашоу в Жуковске, и там стоят истребители, вы не просите, дайте мне прокатиться на истребителе, и не просите, чтобы вам завели двигатель. Максимум, что могут специально подготовленные группы в это время показывать высший пилотаж, то, что идет на авиасалонах. У нас нет сегодня возможности от 5000 человек изолировать путевую структуру, потому что это рабочий демонстрационный полигон, там испытываются и не предназначены для того, чтобы возить делегации по 5000 человек. Вот когда туда привозятся делегации по 3-5-10 человек, там можно обеспечить безопасность, не допустить. Но когда мы четко знаем, что готовятся определенные провокационные действия, и будет ряд людей, которые просто неадекватно могут воспринять или зайти к этой позиции. Поэтому прошу к этому относиться абсолютно спокойно. И тот, кто, если не увидит в живьем Uniby, который едет по путевой структуре, для него это аргумент не ездить, лучше не ездите, друзья. Сразу могу сказать, лучше сидите дома, смотрите все это в Перископе, или смотрите в репортажах, или вообще не смотрите. Это лично дело каждого. Потому что на сегодняшний момент основное событие и основную цель, которую мы ставим как команда Skyway сегодня перед этим мероприятием, это отчет о той работе, которую проделаны, чтобы был виден объем работы, который сделан и строительной, и инженерной, и конструкторской. Были показаны машины, 4 действующих образца. И что самое главное, чтобы мы выслушали отчет и доклад генерального конструктора, ряд ключевых сегодня конструкторов, и четко понимали, на каком этапе мы находимся, и куда мы дальше будем двигаться. И в одном месте, когда 5000 человек собираются по, именно с одной целью, те, которые за эти три года сделали, можно сказать, очень сложную, очень серьезную, для многих вопросов, для многих людей эта работа была невозможной. Мы все, друзья, собираемся для того, чтобы и самим в этом поучаствовать, и показать с тем, что эта работа проделана, и мы сегодня на этом не останавливаемся. Мы двигаемся. Здесь прошу относиться с пониманием, и вы никогда у меня не найдете понимания или поддержки, когда мне говорят, что вы поговорите, инвесторы очень обижены, вы Юницкому передайте, что если не увидим, то будет большое разочарование. Друзья, я не понимаю тогда, что вы смотрите. Еще раз скажу, что все репортажи, которые идут, если вы считаете, что эти репортажи – это подтасовка, то дальше тоже не о чем говорить. А из режима безопасности машины в движении показаны не будут именно в этот день. Поэтому эта позиция неизменная, и, соответственно, Юницкий не будет ее сейчас менять, какие бы там на это просьбы или аргументы сейчас наши оппоненты не приводили. Причем я могу сказать, что здравомыслящие люди, тем, с кем я разговариваю, когда делаю пояснение, все понимают и все это воспринимается нормально. Ну а люди, которые оголтелы и которым сказали, что я пока сам не вижу, что он едет, то я не поверю и делать не буду. Друзья, это ваше дело, соответственно, принимайте сами решение двигаться, оставаться дальше в проекте. Или для вас этот аргумент, чтобы… Друзья, я за этот месяц был четыре раза в Экотехнопарке, я видел, как сейчас идет, насколько каждый мой приезд, этот каждые 3-5 дней все идет, меняется, и насколько готовятся уже к приему такого большого количества друзей и партнеров. То есть как идут уже последние штрихи к демонстрации и Юнитрака, и Юнибуса 24-х местного. Ну и, соответственно, друзья, наш дедушка уже, так сказать, готовится сейчас к переезду в Экотехнопарк, чтобы занять свое почетное место в музее Skyway. Вот, поэтому будет организовано очень хорошие такие условия для посещения музея, для общения, будет доклад, отчет генерального конструктора, будет место для фотографирования, то есть где можно будет со всеми основными экспонатами сегодня Skyway сфотографироваться, будет посещение своих именных деревьев, так сказать. Все это, друзья, как раз будет, и праздник, я вас заверяю, будет очень серьезный и очень интересный. Я, во всяком случае, уже с большим, скажем, таким предвкушением, с большим ожиданием, что это будет большая встреча именно друзей, партнеров, потому что я хоть практически каждую неделю сейчас встречаюсь с нашими партнерами в разных странах, вот, то есть у нас постоянно идет именно работа сейчас по конференциям, по встречам с инвесторами, по вебинарам, вот, но тем не менее, конечно, приехать и поучаствовать вот именно в таком мероприятии, это очень и очень значимо. И вот в эту субботу-воскресенье мы, точнее, пятницу-субботу проводили большую такую встречу и конференцию в Венгрии, в Будапеште, там присутствовало 10 региональных лидеров практически со всей Европы, вот, это, я считаю, был один из таких значимых и интереснейших таких форумов и конференций, вот, за последнее время, которые проводили, хотя, все, что проводилось вот последний месяц, два-три, вот, это и в Италии, и до этого в Чехии, в Словакии, вот, сейчас в Венгрии, они все, конечно, показывают, насколько растет интерес, насколько сегодня продвигаются эти технологии и насколько сегодня все это востребовано и именно находят понимание у людей, которые интересуются венчурным финансированием, интересуются технологическим развитием и готовы участвовать в такого рода проектах. Еще очень хочу обратить внимание, у нас много идет обсуждения юридической схемы, которая сегодня представляет и практикует именно группа компаний Skyway. Прошу обратить внимание, мы это обязательно еще разошлем по чатам, на конференции в Будапеште выступал, наверное, наш ведущий сегодня лидер и ведущий именно профессионал с точки зрения работы в Skyway Capital, это Франтишек Солор, и он дал блестящий доклад, то есть сейчас много идет вопросов, связанных с некими изменениями в юридической составляющей, в дополнениях, которые сегодня происходят, и есть даже некоторые недопонимания, это связано с созданием второго акционерного сейфа ERSS-2, и некоторые не до конца понимают и разбираются в юридической подоплеке, тем более, что иногда комментарии, которые идут и со стороны партнеров, и со стороны менеджмента Skyway, они не всегда могут быть адекватно донесены информацией и неадекватно восприниматься, поэтому я могу сказать, что более профессионального объяснения и профессионального доклада именно лидера европейской страны для европейских лидеров на европейской конференции лучшего придумать просто нельзя, поэтому мы еще раз, я вам всем рекомендую, доклад был, Франтишек делал на венгерском языке, он был параллельно с переводом на русский язык, поэтому мы это всем будем рекомендовать, именно просмотреть, и когда будут возникать такого рода вопросы, я буду отсылать именно к этой записи, к этой конференции, потому что более качественно и профессионально я не слышал в последнее время доклады по юридической схеме Skyway, и соответственно, тем более, что это было очень, скажем так, положительно, очень позитивно воспринято всеми нашими именно европейскими лидерами. Вот это вот то, что касается сейчас вот таких последних, таких насущных новостей, поэтому в пятницу мы общались, как раз были в Венгрии, звонил Анатолий Дуарович Юницкий, именно когда мы проводили встречу с лидерами и с крупными инвесторами, тоже он работает, тоже сейчас в диком таком режиме, готовится сейчас встреча с верхним руководством Беларуси, на прошлой неделе было посещение, по-моему, два или три раза приезжал президент Академии наук Беларуси, потом был губернатор Могилевской области, это благодаря нашим именно коллегам из Могилева, вот эта работа активно ведется, вот был губернатор Минской области, он приезжал вместе с помощником президента Беларуси, это все говорит о том, что, друзья, что интерес именно у властей Беларуси к проекту очень серьезный, заключение, которое дала Академия наук, оно очень положительное, и сегодня, если некоторые наши еще недоброжелатели, там, три месяца назад могли позволить себе, что отношение науки, беларусской науки к Скайвею, прохладной шны, все, что строится, это не такая передовая наука, все это сегодня, друзья, не то, что в прошлом, а все это ерунда полная, потому что президент Академии наук Беларуси, когда общался именно с Юницким, он сказал, что более серьезные и глубокие проработки я в последнее время не видел, и это как раз готовится именно для доклада первым лицам государства. Здесь, друзья, конечно, не обошлось без нюансов, Минтранс Беларуси, как всегда, влез со своей игрой, влезает отрицательными заключениями о том, что эта технология еще не проработана, о том, что у нее нет перспективы, и самое интересное, друзья, что одно из аргументов, это я прошу на этом обратить внимание, один из аргументов о том, что технология несостоятельная, это публикации у этих вот проходимцев в онлайнере, с которым сейчас уже заканчиваются все судебные разбирательства, и они будут наказаны за эту плевету, которую они на SkyWay ведут. Так вот, друзья, представляете, что Министерство транспорта и личный министр при характеристике технологий ссылается на публикации в какой-то даже не желтой прессе, а просто левом интернет-издании, которое просто пишет для проходимцев и проходимцами. Соответственно, это очень вызвало такую интересную позицию, и я думаю, что в свое время Александр Григорьевич Лукашенко сделает очень серьезные выводы по поводу руководства транспортной отрасли Белоруссии. И для меня это тоже очень такой момент, когда мы были на выставки в Белоруссии, и приходил вице-премьер, он шел вместе с министром транспорта, так вот этот деятель, министр транспорта, даже не зашел на стенд, а начал кричать через стенд, что это жулики, вы к ним не подходите, они ничего показывать не будут, и даже не зашел на стенд. И я тогда в интервью, которое давали, я говорю, знаете, что когда такого рода чиновники приходят, то придет время, они будут находиться там, где им положено. Ну и добавил такую фразу, что в Белоруссии мы видим, что недобросовестных чиновников иногда снимают, а бывают даже случаи, когда сажают. Но эту фразу потом по настоятельным просьбам наших товарищей, которые считают себя очень умными в политической точке зрения, пришлось убрать. с точки зрения кадровых расстановок, я думаю, что руководителю страны есть над чем задуматься. так, у меня просто очень сильно что-то компьютер глючит. Вот. Поэтому это вот то, что касается дальнейшего развития и как сегодня идет. Поэтому, когда нас сегодня спрашивают, особенно я езжу очень много сейчас по европейским странам, как вы чувствуете себя, как вы работаете в Белоруссии, я могу сказать, что очень комфортные условия, очень серьезные понимания и со стороны науки, и со стороны власти, и со стороны облсполкома, райисполкома. Коллеги, всем здравствуйте! У нас небольшие технические проблемы. Ну вот, собственно, я тогда начну свою часть. Меня зовут Сходоев Алексей, и я хотел бы сегодня сделать упор на том, о чем действительно спрашивали многие. И я очень рад, что вышел репортаж подробный, с описанием, с рассказом лично Анатолия Эдуардовича насчет скорости Юнибайка. И те люди, которые, мне примерно 10-20 человек писали с одинаковым вопросом по поводу скорости, то есть замерьте скорость, чтобы прямо был прибор и так далее. Ну, дорогие друзья, ваше желание исполнено. Эти люди говорили, что пойдут, соответственно, интересные инвестиции, потому что некоторым предпринимателям важно было увидеть, насколько быстро пронесся Юнибайк в реальном времени. И, соответственно, тут я могу сказать, что вообще никаких сомнений не может возникнуть абсолютно после того, как Анатолий Эдуардович с Михаилом Кириченко прогуливаются по Экотехнопарку. Михаил Кириченко берет интервью и просто проносится, дорогие друзья, Юнибайк. Скорость была 85 км в час, и это серьезный показатель на потреске пути в 500 метров всего лишь. Дорогие друзья, я думаю, что ни у кого нет сравнения, что у нас, когда был бы километр пути, может быть, полтора километра пути, декларируемая скорость у нас была бы достигнута очень и очень легко. Но тут даже не скорость плавная. И Анатолий Эдуардович всегда делает упор на именно комфорт и плавность перемещения. Ну и вообще такое качество, как транспортная доступность и так далее. Остановимся немножко на комфорте и плавности перемещения. И вот на этой неделе я отправляюсь снова, давно не был в Словакии, и некий перерыв, потому что как-то по Азии получалось больше ездить, именно продвигая Skyway. И у словаков тоже, я помню, был такой вопрос у словаков, у чехов, какая же скорость, казалось бы, в незамедленном режиме. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите эту скорость и просто подметьте для себя. Я бы сделал даже нарезку, буквально нарезку на несколько секунд, когда Unibike проносится. И вот закачайте это себе на мобильник, это вам принесет очень много пользы, я думаю. То есть презентация будет сводиться просто к этому, когда вы показываете буквально 8 секунд, как проходит Unibike, и проезжает, пролетает Unibike, и потом уже объясняете, что это вот 500 метров, вам начинают задавать вопрос, а что это за будущее, что это за технология, ну вот вам небольшой мой скрипт продажи. Я обязательно буду это использовать и в Инстаграме, и везде, и в социальных сетях, и по всем мессенджерам, именно вот по эти несколько секунд, когда люди идут, и в сравнении с обычным шагом, проносится Unibike, это, дорогие друзья, дорогого стоит абсолютно. Ну и скоро, недолг тот час, также будет проноситься уже и Unibus. Сейчас, повторюсь, не показывай дураку незаконченную работу, у нас очень много, как Сергей Анатольевич отмечал и говорил об этом, оппонентов, конкурентов, недоброжелателей, я не побоюсь этого слова, но мы их не боимся и выстраиваем правильную стратегию. Лично Анатолий Эдуардович и вся команда маркетинга ЗАО «Струнные технологии» показывает лишь то, что можно показать. И всему свое время, как вы увидели репортаж со спидометром и с засечением именно какая же скорость, ну вот дождались этого момента. Но стоит учесть, что там не струнный рельс, какой он будет именно в производственных масштабах, когда струна будет протягиваться по территории земного шара, ну как минимум один километр в сутки. Это и то, если будет один отряд все это реализовывать, ну я не говорю уж про то, что когда это будут строить роботы, и до этого момента мы лет через пять, я думаю, а может быть и раньше абсолютно доживем. И там будет качество совершенно другое струнного рельса, дорогие друзья. То есть это будет абсолютно гладкая, ровная поверхность, без каких-либо неровностей, без каких-либо таких вот моментов, когда приходилось именно неровности убирать в буквальном смысле русским способом, таким болгаркой, и мы не скрываем этого, то ли Эдуард Ильич этого не скрывает, а мы передаем это по всему свету. Дорогие друзья, это уже далеко не стадия гаража Стива Джобса, но это я могу сказать уже приближается к первой продаже, вот когда Стив Джобс продавал уже компьютеры, которые собрал, вот мы приближаемся к этой стадии. Ну а после этой стадии вы все прекрасно понимаете и знаете, что произошло. Начала формироваться резко капитализация крупнейшей корпорации на сегодняшний день. И о чем я хотел бы отметить, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы все еще раз посмотрели на такое веяние, как именно цифровая экономика, именно вот с подачи Виктора Бабурина и наших партнеров была внедрена концепция стемпери, то есть это именно цифровое нотариальное заверение на базе блокчейн. И это самое начало. И самое интересное, дорогие друзья, то, что мы находимся как раз таки в той стадии зарождения, когда мы все это можем применить. И, соответственно, подни из лучших, я думаю, веяний цифровой экономики, которой заболел Владимир Владимирович Путин, и об этом сейчас трубят все новости, дорогие друзья, когда Виталик Бутерин, программист, в прошлом году они запускали стартапы, ну, я думаю, кто знаком, эфириум, и никто не знал Виталика, а сейчас он лично встречается с президентом. Вот, дорогие друзья, настанет такая пора, когда к Анатолию Эдуардовичу и к Виктору Бабурину будет выстраиваться очередь вот этих деятелей цифровой экономики. И я могу сказать, что над этим направлением работа также ведется активно, все мониторится, смотрится, вот, как бы, стемпери, один из первых таких вот, одно из первых внедрений, которые вы увидели. Если кому-то сейчас еще непонятно, дорогие друзья, то обязательно будет разъяснение, когда настанет пора, когда придет черед рассказа об этой тематике. Ну и вернусь, дорогие друзья, к скорости юнибайка. Я специально вот так вот перепрыгнул, потому что не стоит забывать и скорость развития вообще технологического прогресса, и Skyway всегда идет и будет идти, я думаю, в ногу со временем с технологическим прогрессом, постепенно приближаясь к технологической сингулярности, то есть и мы говорим о том, что у нас будут не роботы, у нас будет не искусственный интеллект, у нас будут транспортные андроиды, и их будут миллионы, как сегодня десятками миллионов обладает население многих стран, именно смартфонов, которые когда-то казались, дорогие друзья, невероятным чем-то и сегодня это абсолютно обыденная реальность. И вот тот юнибайк, который пронесся, это как раз таки вот транспортный андроид, дорогие друзья. И первые покупатели, первые трассы, где будет протянута струна, уже которая будет с плавностью хода, ну, наверное, даже больше, чем, не наверное, точно больше, чем две с половиной, а две с половиной испытания показали, это большая плавность хода, чем в железнодорожном транспорте, чем в авиации, да, я не побоюсь этого слова, в авиации, дорогие друзья, я напоминаю, что у меня лично морская болезнь, и я думаю, что те, кто болеет морской болезнью, в детстве вообще меня очень сильно укачивало, так скажем, сейчас от этих тренировок, конечно, больше возникает стойкость, но огромное количество людей все же не особо так вот плавно переносят турбулентность, которой у нас вообще не будет, и даже при высокоскоростном движении, дорогие друзья, и, соответственно, действительно, вот на 500, на всего лишь участке 500 метров мы достигли, я говорю мы, потому что это сказал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии», то, что это наша с вами заслуга, дорогие друзья, и я абсолютно нет у меня никаких ни технических сомнений, ни рисков в технологическом плане и аспекте, что при достаточном финансировании уже к концу этого года и к концу этого года, я думаю, уже будет промышленный образец готов высокоскоростного транспорта, и не этого, естественно, года, и к лету где-то, к лету 2018 года, к началу лета 2018 года, и далее мы уже осенью увидим, да, вот, благодарю, Андрей, я даже эту картинку не видел, но вот, дорогие друзья, это предстоящая реальность, и этим будут пользоваться намного больше и намного стремительнее, чем сегодня пользуются какими-либо гаджетами. Вообще эпоха обычных гаджетов, она отходит постепенно на второй план, и уже вот сейчас и даже цифровую экономику планируют у нас даже в России сделать, не то что на гаджетах, а на каком-то неведомом зверьке, именуемом блокчейн, какая-то система блоков, в которой начинает сейчас только разбираться в правительстве Российской Федерации, но, дорогие друзья, стоит помнить о том, что технический прогресс неумолим, и он оставляет далеко позади, кто не следует его трендам и его критериям. И я думаю, что вот этот красавец, которого вы видите на слайде, это как раз-таки наш первый, так скажем, маг, и может быть даже можно привести такое сравнение, потому что с этого началась именно такая вот эпоха в новейшей истории SkyWay заключения адресных проектов, дорогие друзья. И вы помните, что были первые такие шажки, первые потуги и абсолютно непонятные проекты, которые также как родились и умерли, потому что непонятная экономическая составляющая была покупаемости, инвесторов где брать, но сейчас я могу сказать, что и мы с вами также можем выдвигать инициативу, если есть ответственность и если есть, соответственно, за собой именно такое вот наблюдение, что можно действительно вытянуть адресный проект, то, пожалуйста, давайте рассматривать и давайте вместе думать над действительно теми проектами, которые стоят того, мы постоянно Сергею Анатольевичем готовы, так скажем, самые нормальные проекты и почему вот самые нормальные проекты мы отмечаем проговорить и далее уже двигаться еще более глубоко с несколькими группами, так мы и начали, и дошли до подписания некоторых документов, ну и естественно это все передается во концове в головную кампанию. И, дорогие друзья, в этом логика, в этом логика начала строительства сети Transnet. Ну и для тех, кто может быть присутствует первый раз, я хотел бы подытожить и в первую очередь для себя в голове немножко освежить, что же нам даст струна. То есть тот, кто помнит наши вебинары и именно выступление, монолог Анатолия Эдуардовича на выставке в Москве, было сказано, что мы не согласны, что будет энергетический кризис в 2040 году и более того, наша сеть Transnet сможет из 100% генерируемой электроэнергии 70% реализовывать и только 30% будет затрачиваться на нужды. Что-то мне подсказывает, дорогие друзья, что даже вот тот фонарик, который светит на этой картинке, он будет также в логике, естественно, наших опор и светить, они будут как раз-таки запитываясь от сети Transnet. Но насколько много транзакций, насколько много направлений родится, это, дорогие друзья, можно понять по составляющей струны. То есть это и электричество, это и Wi-Fi, это и передача радио цифровых сигналов, это и мобильная связь, это и можно при необходимости встроить туда и водопровод, и нефть, и газопровод. И, дорогие друзья, вот что пожелает заказчик при желании эту инфраструктуру можно объединить в виде Transnet. И, на мой взгляд, это на сегодняшний день один из самых уникальных и унифицируемых проектов, который объединяет в себе все современные веяния, как по электричеству, так и альтернативной энергетике, так и цифровых веяний, так и разработки различных приложений. Я могу представить себе, сколько будет вообще различных приложений. Начиная, это Сергей Анатольевич показывал, и мы символично так именно сделали такое дополнение в гостевой комнате Анатолия Эдуардовича, как массажное кресло, цифровое, умное, со шлемом, с намеком на то, что это все должно находиться внутри юнибайка. И сейчас тем людям, которые знакомы, допустим, с цифровой экономикой и понимают многие веяния, когда рассказываешь о транспорте, который все эти веяния будет себя впитывать и включать, и более того, эти веяния будут искать нашу компанию, возникает некое удивление и действительно восторг, и такой ребяческий действительно шок, как такое может быть. И это говорят люди, я со многими общаюсь и сейчас в различных чатах, это далеко не относится к Skyway, которые далеки от транспортной инфраструктуры, но очень близки к ядру на сегодняшний день, одному из ядер технологического прогресса. И я могу сказать, дорогие друзья, что они просто в восторге. Они видят, что вот это вот применение того, что они делают в виртуальном масштабе. И когда именно в физическом воплощении появляется сеть, и на зарождение, когда виртуальное физическое воплощение объединятся, дорогие друзья, это будет просто взрыв. И как раз таки вот это вот наш проект, который сможет избежать хаоса, избежать краха, избежать примера, вот как сегодня, не сегодня, а в прошлые годы взрывались именно доткомы, лопались пузыри, как ипотечные там и так далее. И сейчас многие пузыри надуваются, я не буду вдаваться к конкретику, и как раз таки вот именно струна, именно струнный транспорт может спаси мировую экономику от лопания вот этих пузырей. И более того, то, что говорят и сравнивают с концепцией, допустим, безусловный базовый, либо безусловный основной доход. Дорогие друзья, вот как раз таки с 2014 года примерно этим направлением мы отчасти занимаемся, потому что каждый мог инвестировать. И процитирую Анатолию Эдуардовича то, что несколько лет стоило несколько тысяч рублей, потом может стоить миллионы, десятки миллионов. Дорогие друзья, это действительно так. И как раз таки, если кто-то говорит о концепции безусловного базового, либо основного дохода, мы не говорим, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович заложил экономическую систему распределения мировых материальных благ. И, соответственно, каждый человек может достичь благосостояния, потому что тот потенциал, который рождает экономика, которая будет построена на основе Skyway, это как минимум то, что прогнозировали прайс Макинзи, извиняюсь, то есть это только транспорт и только инфраструктура примерно будут составлять 5-7, а то и 10 триллионов долларов. Но мы говорим о том, что это будет в предыдущие 5-7, максимум 10 лет, как минимум. Ну, я как скептик, как именно с запасом берусь, скажу, что примерно это удвоение произойдет за 10 лет. То есть я тут поддерживаю Рода Хука, когда был задан вопрос, когда же будет именно построен первый миллион километров дорог. Ну, Род ответил, что так вот с запасом беру, но примерно, наверное, через 10 лет. Но, дорогие друзья, что-то подсказывает, что это произойдет намного быстрее. И я рекомендую всем посмотреть еще раз вот это краткое интервью. Вырежьте, если не умеете, спросите своих спонсоров, если спонсор не умеет, задайте вопрос в чатах, обязательно вам помогут. Со второй минуты по вторую минуту и восьмую секунду вот эти 8 секунд просто изменят мировосприятие по проекту SkyWay того человека, который с ним не знаком. Потому что если человека это не цепляет, ну, извините, как бы не о чем с ним разговаривать. Пообщайтесь со следующим. И вот эту тактику я рекомендую вам использовать. Я об этом сразу подумал, когда посмотрел на этот ролик. Ну, и также, дорогие друзья, те, кто не в курсе, те, кто не смотрел, возможно, телемост, который был 20 мая, посмотрите. Тоже некоторые вещи мы обобщили, постарались обобщить, как члены правления SkyWay Capital на телемосте. Но самые главные телемосты, самые главные события, дорогие друзья, они происходят каждый день. И я не побоюсь этого слова, наверное, каждый час, каждый, может быть, даже 30 минут в текущем цейтноте. И я относительно в условиях того, сколько Сергей Анатольевич был раз на Экотехнопарке, давненько не был на Экотехнопарке, и больше чем уверен, что сейчас настолько много поменялось, что когда это будет представлено публике, когда это будет представлено аудитории, пускай в стационарном, неподвижном режиме, и я действительно рад, что будет это представлено именно в неподвижном режиме, потому что это будет мотивировать, дорогие друзья, Вы поймите маркетинговый, в том числе ход, который закладывается за безопасностью, но в первую очередь безопасность. И возможно это не было заложено, но представьте, насколько много людей захотят, действительно потенциальные крупные инвесторы, потенциальные инициаторы адресных проектов, которые только в первый раз увидят технологию, сколько захотят увидеть ее в движении. И если до 1 июля, это действительно такой очень насыщенный график, фактически каждую неделю у нас происходит на территории ЗАО, струнные технологии, все новые и новые визиты. Я думаю, только о некоторых мы узнаем из телерепортажей, которые размещены на официальном канале Skyway. Но масса это та часть айсберга, которая действительно нам не видна. И это, дорогие друзья, наша будущая капитализация, это наши будущие, многие за этим пришли дивиденды. И это основа для именно масштабирования компании и дальнейшей именно экспансии на все страны мира. Сейчас это начинается так вот бурно и обширно с Азии, то есть это Индия, Индонезия и параллельно развивается, продолжает развиваться и на территории Австралии, и на территории Европы, несмотря на то, что она сильно зарегулирована. И, соответственно, там, где нас принимают сейчас, там, где есть с кем, о чем общаться, туда и вступает нога ЗАО, струнные технологии и ведется непосредственно общение. Но, естественно, есть четкая разница, и я об этом уже упоминал не раз, между партнером и посредником. С посредниками начинает общаться все меньше и меньше, и, дорогие друзья, не обижайтесь, даже вот как бы мы с Сергеем Анатольевичем достаточно жестко начинаем отсеивать посредников. Мне очень жалко было вчера времени, но, возможно, намечалась серьезная встреча. Я познакомился с человеком на, не на выставке даже в Индии, в отеле мы с ним познакомились. Он говорил, что вот, соответственно, у нас выходы на такие очень серьезные контакты, вплоть до президента, именно президента Индии. Мы привозили делегации на питерский экономический форум. Ну, хорошо, раз вы в Москве, давайте встречаться. И, дорогие друзья, просто, просто не о чем разговаривать, потому что именно люди были посредниками. И я могу сказать, дорогие друзья, что не хочется на таких время тратить абсолютно, потому что время действительно сейчас не то, что стоит дорого, просто его остается достаточно мало. Поэтому Сергей Анатольевич далее, так скажем, уже пообщался с этим молодым парнем, который является консультантом тоже в различных цифровых веяниях, инфраструктура, коммуникация и логистика в том числе. И когда вот тот самый крутой индиец ушел, Сергей Анатольевич настолько кратко провел беседу, то, что человек сказал, что настолько ваш проект серьезен, я даже не представлял, насколько он масштабен. И, соответственно, высказал желание, потенциальную такую вот идею инвестировать в проект. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, дорогие друзья, таких встреч хотелось бы, чтобы было максимально мало. Ну, и я хотел бы сказать свой взгляд также по поводу конференции, которая прошла в Будапеште. Сергей Анатольевич достаточно скромно сказал об этой конференции. Примерно 250 человек было на этой конференции. По моему взгляду, мне показалось, вообще вначале человек 400 присутствовал на конференции. 250 это вмещает зал и 50 стульев примерно еще доставляли. Полный зал, полное понимание, что такое Skyway, полное рвение и приехать на экофестиваль и, соответственно, привозить уже крупных инвесторов и работать в жестко регулируемых условиях Европы над направлением адресных проектов. И, дорогие друзья, и стар, и млад, и был на этой конференции, я могу сказать, что это сверхпрофессиональная команда, которая, возможно, и достигнет рекорда, как когда-то было в Словакии, которая давала всего лишь маленькая страна, в 5 миллионов человек, на минуточку в Джакарте больше 10 миллионов человек, и в том же Дели, там только страна. И в одно время держалась очень долго на первом месте. Дорогие друзья, сейчас вот эта чаша весов Skyway, она уравновешивается именно интересам и приходом инвестиций от подобных европейских стран, которые понимают, что сейчас сложно реализовывать адресные проекты, можно только закладывать, но инвестировать нельзя откладывать, потому что потом такой возможности может уже и не быть. И я уж не буду говорить на теле мосту, мы осветим те темпы и тот именно прирост инвестиций в преддверии 1 июля. И я могу сказать, что после 1 июля произойдут изменения не только по привлечению инвестиций, дорогие друзья, но и это будет переломный момент, который покажет уже всей мировой общественности, научной общественности и политической, я не побоюсь этого слова, сейчас вот общественности на территории Республики Беларусь уже начато, именно вот демонстрация возможностей Skyway и после 1 июля я повторюсь, что будет открыто грузовое направление и я даже не могу предположить, сколько будет сюрпризов на эко-фестивале. Этот день многие запомнят надолго как самый насыщенный, может быть не самый лучший, но самый насыщенный, самый плодотворный и самый полезный, самый важный день в вашей жизни. Я думаю, что не раз мы еще на 1 июля остановимся и, соответственно, сейчас уже автобусы, машины снаряжаются, чтобы отправиться, визы готовятся, некоторым все-таки нужно визы готовить, несмотря на то, что Республика Беларусь разрешила посещение огромного количества стран и я думаю, что это также неспроста. И, дорогие друзья, я призываю вас быть не спринтерами, я призываю быть вас марафонцами, те, кто сошел с дистанции, может быть устал, пусть отдышится, откашляется от тех вот как бы отвлекающих маневров, отвлекающих вещей, я не имею в виду работу, семью, я имею в виду действительно как бы отвлечение по поводу того, по поводу чего мы расскажем на вечернем вебинаре, в том числе отвлечение мы можем считать тот проект, который был запущен и многие поймут о чем я говорю, то есть мы договорились, что Сергей Анатольевич об этом более подробно расскажет и этот проект многих тех, кто занимается Skyway, отвлекает. Дорогие друзья, не меняйте реки на океаны, я вам так скажу, океан, океан возможностей, это у нас как раз таки Skyway. Я как-то объяснял Анатолию Эдуардовичу именно вот на свой взгляд концепцию голубого океана, мы решили, что голубой океан не будем мы называть такое вот понятие именно как новый рынок возможностей, именно как океан возможностей. Дорогие друзья, помните, что мы все-таки строим великое будущее, а не какой-то местечковый между усопчик. Ну, на этом, собственно, я завершаю этот вебинар. Сергей Анатольевич, если вы включились, пожалуйста, включитесь. Если нет, то, ну, собственно, наверное, до следующих. Я чуть-чуть начал рассказывать про те вещи, которые... Да, я включился уже, да, у меня техника, перископ так и не запустился, слетел, да. Друзья, техника у меня опять сегодня что-то и компьютер барахлит, и перископ слетел, и так и не смог его опять восстановить. Ну, что делать? Вся техника дает периодические сбои, дает периодическое нарушение, это ее свойство. Вот. И задача, чтобы со временем мы создавали более надежную, более четкую систему, какой будет являться в данном случае как раз и Skyway. Вот. И я как раз пока Алексея слушал, видите, нашел картинку наших друзей с Будапешта. Это набережная Будапешта, самая центральная ее часть, очень красивый город. Я бы даже сказал, что до этого я считал, что Вена, наверное, один из самых красивейших городов, которые я видел, но Будапешт, именно вот этого конца 19 века, это, конечно, очень интересный город. Была возможность с партнерами походить и посмотреть, и как раз, конечно, я прям рассказывал и показывал, как будет выглядеть и транспортная сама система в Будапеште в течение 10 лет, и туризм. И, видите, вот родилась вот такая картинка, это прям вдоль набережной, видите, уже есть фотография юнибайка. Вот. И, конечно, очень интересно видеть людей, которые первый раз видят, слышат о проекте, когда они первый раз начинают вникать именно в масштабность и серьезность проекта, и все это как раз приводит к очень и очень интересным таким выводам и движениям. Поэтому сейчас я могу сказать, что все конференции, которые прошли в последнее время, это и в Италии, и вот и в Словакии, и в Чехии, и сейчас в Будапеште, в Венгрии, они все потом сопровождаются очень активным ростом с точки зрения прихода новых инвесторов, с точки зрения входа целых команд. Вот. Это сейчас очень такое благодатное время. И мы видим сейчас и по статистике, и, соответственно, анализируем, видим, что как сегодня увеличивается интерес именно инвесторов, которые позволяют себе инвестировать не несколько десятков или даже сотен долларов, а речь идет уже о серьезных инвестициях именно с точки зрения как высокорисковых венчурных, но которые уже могут рассчитывать на высокодоходные. Вот. И мы постоянно ведем переговоры сейчас с фондами, всевозможными фондами. Вот. И как раз после первого июля ждем очень серьезный перелом именно с подхода таких уже очень крупных и именно институциональных фондов. Поэтому в этом плане, конечно, это еще предстоит большая работа. Надо будет и очень серьезно менять взаимоотношения, и очень много дорабатывать и совершенствовать именно юридическое направление, связанное с приходом инвесторов. Но это все, друзья, работа, которую мы и делаем, и будем делать, и которая будет приносить, соответственно, свои результаты. Так. Здесь вот Артон, я смотрю, очень активно спрашивает про трастовый фонд. Это все-таки не совсем трастовый, трастовый управление. Вот. А мы ведем речь об инвестиционном фонде своем, то есть тот, который будет инвестировать в адресные проекты. И мы как раз сегодня работаем над созданием такого рода фонда, который будет инвестировать и отчасти, и инвестициями в этот фонд можно входить уже будет акциями Skyway. То есть если вы обладаете какими-то обязательствами, то по мере того, как будет возникать уже котировка их цена, то можно будет не продавать части акций, а передавать в управление. Они будут капитализироваться, инвестироваться в адресные проекты, и вы будете иметь доход и от дивидендов, которые будут полагаться по акциям корневой компании, и по тем инвестициям, которые делаются уже в конкретный адресный проект. Вот. Эту работу, опять же, мы сейчас готовим, но в активную фазу она войдет, друзья, только ближе к концу года. То есть это начиная где-то октябрь-ноябрь. Вот. И связано будет с тем, что будет меняться именно логика вхождения и в корневую технологию, и в другие венчурные проекты, которые будет запускать инженерная школа Юницкого, и в адресные проекты, которые сегодня уже разрабатываются и готовятся, и будут уже к тому времени активно выходить на рынок. Соответственно, как адресный проект, высокодоходные уже инвестиции. С одной акцией можно будет войти как по одному доллару. Друзья, вот такие вопросы, которые задают, сколько будет стоить, все отрегулирует только рынок и спрос на эти обязательства. Поэтому мы, конечно, как та команда, которая работает и привлекает сюда и инвесторов, и структуры, мы убеждены и показываем наши расчеты, как будет строиться капитализация. Но номинал, конечно, друзья, это вопрос не этого года. Наша задача, чтобы в этом году, на следующий год, начался оборот этих обязательств, чтобы их можно было спокойно купить и спокойно продать. Это в чем сегодня один из основных таких слабых моментов нашего проекта, о том, что акции, венчурные акции можно купить, но их нельзя пока на сегодняшний момент продать. Это естественное ограничение, которое мы сегодня вводим. Я думаю, что в конце года такая возможность будет, и вы как минимум можете продать за такую же цену, за которую купили, то есть не потеряв. А как следующий этап, это постоянный увеличивающийся спрос на эти обязательства. Мы это видим, и мы абсолютно уверены, что как только начнется свободный оборот, то есть будет прекращен вход в корневую технологию, то спрос на эти обязательства просто будет расти очень быстрым темпом. Ну а соответственно еще новые инструменты, которые будут сюда подключаться, они будут только все более и более делать привлекательным участие в общей программе Skyway. Тут очень много подавалось вопросов. Мне писали, особенно после прошлого вебинара, я не сразу понял, в чем происходит вопрос. Начали с носового вебинара очень спрашивать про колесо Дмитрия Даюнова. Потом мне там на почту прямо написало десяток человек. Ну а потом выяснилось, что оказывается это Сергей Семенов, это менеджер, которого Юницкий в начале проекта привлек для именно участия в организации проекта краудинвестинг. Потом по разным причинам, я бы сказал, он ушел из проекта. Была мысль, что он хочет вернуться второй раз, но Юницкий уже не захотел, чтобы он работал как менеджер именно в проекте. И Сергей Семенов сейчас с помощью краудинвестинга, насколько я понял из тех записей, которые мне сбросили, пытается организовать финансирование проекта Дмитрия Даюнова «Мотор-колесо». И у меня ко мне даже, вот этого я, друзья, не до конца понял тоже, что были такие вплоть до очень серьезных таких вызов, почему мы не финансируем Даюнова, и почему мы к этому изобретателю, ну так, относимся, ну скажем так, снисходительно или с ним сотрудничаем. Вот, здесь я прошу, друзья, тоже очень хорошо понимать, и комментарии, которые дает Семенов на тех вещах, которые привлекают, когда он привлекает деньги, он очень далек от физики, от техники процесса. Он как ничего не понимал с точки зрения, что происходит в Skyway, также сегодня ничего не понимает, что такое колесо Даюнова. Вот, и я вам сразу скажу, друзья, такой момент, что сегодня продаются десятки миллионов велосипедов и разных устройств, в которых стоит мотор-колесо. Десятки миллионов. И эта цифра удваивается или утраивается каждый месяц. И сегодня, если кто-то приедет в Израиль, вы увидите, что там практически каждый второй велосипед идет на электротяге с принципом мотор-колеса. То есть мотор-колесо, известное как техническое устройство, уже больше 150 лет, друзья. Это обмотка и это ротор-статор, который находится в корпусе, и ротор, соответственно, на валу которого находится колесо. Это изобретение, которому я говорю, 150 лет. И сегодня миллионы устройств продаются в этом тяге. Почему сегодня Skyway, Unibike не используют колесо Даюнову? Потому что на сегодняшний момент характеристики, которые он дает, они не подходят для Skyway. Нам нужны более компактные габариты и больше и крутящий момент, и количество оборотов. Что сегодня на обработке, которую делает из цветных металлов Даюнов, сделать невозможно. Поэтому Юницкий принял решение для разработки мотор-колеса, нашего колеса, который стоит сегодня на Unibike и Unibus, использовать постоянные магниты на редкоземельных металлах. Да, они дороже. Да, мы их сегодня закупаем в Китае, везем в ненамагниченном виде, потому что если их намагнитить, то их невозможно перевезти. Они прилипнут к первому же составу или столбу, который есть по этому. И дальше уже идет изготовление своего мотор-колеса, который по характеристикам просто радикально отличается от того, что делает Даюнов. Ему даже не снились те характеристики, которые сегодня заложены в этом мотор-колесе. Поэтому во весь вопрос, почему мы это не используем, потому что то, что мы делаем, это намного лучше, и на это нас больше устраивает. Поэтому вот эти вот все разговоры. Единственное, что я бы хотел, и обращаясь к Семенову, и сразу прекратить, чтобы у нас не было никаких недопониманий, не надо вводить людей в заблуждение, что часть людей Skyway к этому привлекает, или говорить, что это делается для того, чтобы это было в Skyway. Друзья, то, что надо будет применять в технических разработках Unibike и Unibus и другого подвижного состава, конструкторское бюро разберется самостоятельно. Консультации и советы для этого таких специалистов, как Сергей Семенов, не нужны. Я прошу четко на это понимать. И второе, все, что сегодня используется в Skyway, это лучшее в мире. Лучшее. Ничего другого, аналогичного нет. А дальше сами делайте выводы, куда вкладывать, что у меня с площадью. Даже задают такой вопрос, так что, инвестировать в колесо до иного, или не инвестировать? Я на что откровенно пишу, вы сегодня в серьезном проекте Skyway, где был Семенов в свое время. Если вы хотите дальше идти заниматься ерундой, идите занимайтесь чем-то другой. Потому что Семенов не одно время предлагал еще инвестировать в Грааль, то есть в какую-то чудо техники божественную, которая будет выдавать энергию. Ну как можно нормально относиться с физической точки зрения к человеку, который сначала предлагает инвестировать в Грааль, а потом в колесо до иного. Поэтому я тут все сказал и прошу без обид. Это то, что касается некоторым деятелям. Просто эти разговоры надо четко прекратить и относиться к этому очень серьезно и технологично. А я могу сказать еще раз повторившись, что все, что лучшее в мире появляется и в цифровых технологиях, и в информационных технологиях, и в технологиях материалов и инженерных решений, это все применяется в SkyWay. То есть все, что сегодня есть, на сегодняшний момент это пик инженерной мысли. И поэтому вся система в общем, она и является настолько инновационной и настолько прорывной. Вот поэтому я думаю, что все нюансы или вопросы, которые сегодня на эту тему есть, я снял. Вот еще у меня такой, я когда первый раз увидел, то есть мне когда один там мой уважаемый мной партнер написал, а почему мы не покупаем или не вкладываем в колесо, мотор-колесо Дуинова, я задал такой вопрос. Вот вы как потребитель хотите купить себе машину. Вам приходит в голову прийти в салон и сказать, продайте мне двигатель от Мерседеса. Или еще по-другому сказать, что я хочу ездить на Тойоте, но хочу, чтобы там стоял двигатель от БМВ. Потому что где-то я слышал, что у БМВ лучшие двигатели. Поэтому поставьте мне в мою Тойоту двигатель от БМВ. Вы представляете, какую бредятину вы будете произносить, или тот, кто это будет произносить. То есть сегодня есть изделия, готовые изделия. Поэтому если у тебя хороший мотор-колесо, делай велосипеды, которые нужны, и продавай. Делай гироскутеры и продавай. Просто мотор-колесо, друзья, так же, как и двигатель БМВ, он сегодня никому не нужен. Нужно готовое устройство. Юницкий не продает сегодня отдельно путевую структуру, стрелки или подвижной состав. Он продает струнную систему, которая делает одно качество. Оно оказывает услугу по перевозке людей и по перевозке пассажиров. Так вот, друзья, это единственное, что можно сегодня делать. И мы сегодня создали платформу, которая будет втягивать все наиболее интересное передовое. И все, что будет возникать, все обязательно будет появляться и использоваться в нашем подвижном составе. Поэтому, друзья, это я больше не комментирую. И дальше, единственное, что не надо путать, друзья, что в инженерной школе Юницкого есть еще ряд технологий, но когда они будут запускаться, единственный человек, от кого вы это услышите, это будет сам инженер Юницкий, который объявит, что мы запустили проект Skyway, он сегодня на самофинансирование, он сегодня приносит прибыль тем, кто в него инвестировал изначально. И дальше мы запускаем следующие технологии. И дальше на эту тему будут вебинары, будут объяснения, будут технологические симпозиумы и так далее. Мы будем показывать, что мы делаем. А если кто-то хочет делать от нашего имени, а тем более подпольно, друзья, это большая глупость. Очень большая глупость. Вот, поэтому мы тоже уже говорили, что мы готовим еще ряд. И у Юницкого, цитируя наших итальянских партнеров, это Леонардо да Винчи нашего времени, есть целый сегодня парк, или скажем так, целая обойма сегодня технологий, которые будут по доходности не менее интересны, чем Skyway. Конечно, не такие масштабные, потому что масштабнее сегодня, чем Skyway, и на основе Skyway, создаваемый Transnet, сегодня придумать невозможно. Сегодня мировая инженерная мысль, мировая экономика этого еще не придумала. Но с точки зрения именно венчурных инвестиций, когда будет продвигаться технология, которая будет давать взрывной рост, и также будет иметь огромный спрос у потребителей, таких технологий, друзья, еще довольно-таки большое количество. И сегодня Юницкий это не запускает только по одной причине, чтобы не менять направление главного удара, то есть не именно концентрироваться на главной цели. Сегодня главная цель это запустить и сделать спрос на Skyway. Поэтому сегодня заказы идут, сегодня готовится, как я на прошлом вебинаре уже говорил, масштабирование производства. Это, друзья, более сегодня важный момент, когда довести уже оборудование и изготовление самих цехов, которые будут производить и путевую структуру, и подвижной состав, уже до очень высокого технологического уровня. Поэтому сегодня идет уже закупка и монтаж новейшего оборудования, мы уже говорили, это и с использованием и лазерной резки, и лазерной сварки, и новых видов конвейеров, и вакуумной формовки, и 3D-принтеров, и еще очень чего, друзья. Но это все компонуется сегодня в линейку именно производственных станков для того, чтобы оптимально, быстро и качественно производить и путевую структуру, и подвижной состав. Дальше вот как раз в Будапеште очень интересная была встреча, там пришли представители металлургической возрасли, которые занимаются именно производством металлоконструкций, сварками, и говорят, что мы хотели бы поучаствовать в ваших проектах, мы готовы там изготавливать металлоконструкции, то есть вот давайте обсудим эти условия. Но когда я им несколько рассказал о требованиям к качеству, которое сегодня предъявляется в Skyway именно лазерной, точнее, к сварке, которую можно обеспечить только лазерными роботами, я сказал, что, друзья, как вы думаете, мы можем с вами сейчас обсуждать вопрос, что что-то может размещаться на ваших производствах. Они сами признали, что да. Ну а когда они вышли, тут уже, я в своем кругу говорю, друзья, ну представляете, мы сейчас готовим производство современнейших смартфонов, которые работают уже в логике мобильной связи, которые работают в логике передачи огромного количества, информации, а к нам приходят те, кто производят и натягивают медные провода и говорят, знаете что, давайте вот мы свою технологию будем вам каким-то образом продавать. Поэтому сейчас, друзья, любая технологическая революция, она сопровождается, конечно, очень серьезными изменениями. Вот что сейчас настало? Это создание уже новой вообще индустриальной промышленности, которая будет работать уже в третьем тысячелетии, совсем с другими подходами с точки зрения экологии, и совсем с другими подходами с точки зрения производительности труда, с точки зрения уже комфортности и труда, и использования. Это, друзья, новая эра, это новая индустриальная эпоха. И то, что мы сейчас делаем, это не имеет аналогов, и это нельзя сравнивать ни с чем, то, что делалось до Скайвея и до Транснета. Соответственно, проектируются сегодня уже, сейчас пока небольшие, это мелкосерийное производство, но тем не менее, это уже до нескольких тысяч машин в год. Ну а, конечно, следующим этапом, это уже масштабирование на сотни тысяч и на миллионы машин в год, соответственно, с миллионами километров транспортной и общесовмещённой объединённой инфраструктуры. Это тоже, друзья, сейчас активно делается, и со временем мы с вами увидим и автоматизированную систему проектирования, и автоматизированную систему изготовления роботов, которые будут делать путевую структуру, и автоматизированную систему строительства уже и путевой структуры, и станций, и так далее. Но это, друзья, конечно, развитие уже технологии, и я могу сказать, что через 2-3 года в Марьиной горке мы с вами будем приезжать и видеть уже настолько на сегодняшний момент необычные вещи, когда роботы будут строить, когда роботы будут доставлять комплектующие, когда это будет автоматизированная система, не выходя из офиса, всё проектироваться и делаться. И это, друзья, уже не какое-то далёкое будущее. Элементы этой работы уже идут сегодня в конструкторском бюро. Ну и завершая, я могу сказать, что параллельно к этому готовится абсолютно новая система, которая будет обслуживать, в том числе и формирование расчётной системы, банковской системы, биржевой системы, потому что формирование такой мощной системы, как Транснет, она втянет за собой и новые средства её, ну скажем там, и обслуживания, и управления. И мы сейчас видим, мы обращаемся со всеми передовыми командами в мире, и я могу сказать, что сегодня создаются настолько интересные и мощные инструменты для этой работы, что мы сейчас просто находимся в том месте, которое связывает и втягивает в себя все ведущие разработки, которые делаются сегодня, и не только в инженерии, но и в области программирования, IT, и в области финансов, управления и инвестирования, и в области управления, то, что сегодня идёт уже общее, скажем так, как и развитие территорий, и построение, управление территориями. Поэтому мы, естественно, в этом процессе, мы следим и общаемся со всеми, кто сейчас является лучшим в этих направлениях. И то, что сегодня мы будем видеть с вами в ближайшее время, начиная где-то с сентября, друзья, поверьте, что то, что сегодня мы делаем, это только начало большой работы, это только разгон. Дальше всё будет меняться намного быстрее, и мы с вами будем участниками ещё более грандиозных и проектов, и, соответственно, компаний. Вот, поэтому про внутреннюю биржу, друзья, мы уже, по-моему, постоянно говорим, и вам отвечаем, что наша задача, чтобы до конца этого года вторичный оборот обязательств пошёл, и чтобы, соответственно, мы встали в нормальное такое русло, когда можно спокойно купить, продать, видеть котировки, видеть, соответственно, для себя интерес. И эта работа сейчас с очень серьёзными и интересными разными командами ведётся. Вот, и мы очень так серьёзно рассчитываем, что конец этого года это будет реализовано. Алексей уже прокомментировал, что у нас президент заболел цифровой экономикой, я прочитал несколько интервью, которые сегодня дали уже такого чиновника пониже ранга, вот, я просто для себя в очередной раз делаю вывод, что они просто не понимают, о чём разговоры, особенно когда говорят, мы переходим на цифру, я это слово как услышал от одного чиновника, я говорил, ну, вот они пускай на цифру-то и идут, вот, это всё понятно, что у нас одно время было очень модно слово инновации, и тут Дмитрий Владимирович, который постоянно произносил это слово инновации, и я всегда комментировал словами своей бабушки, которая всегда говорила поговорку, что если произносить слово халва, то во рту от этого сладко не будет. Вот это основной принцип наших чиновников, поэтому они занимаются своими делами, у них свои проблемы, они не глупые люди, но там, где они и там инновации, это абсолютно разные вещи, поэтому сегодня мы с большим энтузиазмом и таким надеждой смотрим на Беларусь, на Республику Беларусь, где действительно сегодня есть потребность действительно модернизировать и менять экономику, и мы видим отношения, которые сегодня есть. Мы с большим сегодня энтузиазмом смотрим на такие страны, как Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Монголия, и могу ещё перечислять десятки стран, где ведутся переговоры, где мы реально будем ещё в этом году запускать адресные проекты. И я абсолютно с пессимизмом смотрю на Россию, на её чиновников, хотя есть реально, друзья, сегодня и уже очень такие положительные моменты, это и со стороны губернаторов, это и Алексей Цыденов в Бурятии, это и Сергей Морозов в Ульяновск, и сегодня ещё появилось ряд действительно очень порядочных и очень умных людей, но это пока единичные случаи, и это не те, кто принимают решения. Поэтому те, кого сегодня принимают решения, они с инновационной и цифровой экономикой не связаны вещи. Но это, друзья, как говорится, всему своё время, мы абсолютно убеждены, придёт время, придёт понимание и здесь, будет строительство и в России, но будем реалистами и понимать, что наиболее перспективные первые трассы будут, скорее всего, не на территории Российской Федерации. Поэтому, друзья, давайте двигаться дальше. Ни в коем случае нельзя сегодня снижать и темпы, и интенсивность работы. Наши постоянные сегодня разговоры о том, что готовится закрытие корневой технологии, это ни в коем случае, друзья, не означает, что надо останавливать работу. Наоборот, Алексей всегда произносит фразу, которую мы слышим от Юницкого, что всё это возможно при достаточном финансировании. Сегодня основной источник финансирования, друзья, это только краудинвестинг, это наша с вами работа, и это основной козырь, который сегодня даёт нам возможность при ведении переговора с крупными банками, инвесторами, фондами, сказать, что нас не устраивает ваши условия, мы не будем с вами работать. И нас это никак не регламентирует, потому что, друзья, каждый день, каждый час идёт работа. И дальше мы говорим, что будете подсоединяться к нашей работе, вот на таких условиях мы готовим с вами сотрудничать. Не будете, до свидания, нам от этого ни жарко, ни холодно. Точно так же нам сейчас говорят, мы смотрим, нам недостаточно сейчас, мы говорим, всё, ждите, когда подождёте, но условия тогда будут работать совсем другие. Это тоже, друзья, абсолютно естественный процесс. И после Экофеста, там буквально считанные недели будет смена дисконта, вот когда это точно, сейчас сказать невозможно, это будет определяться только приходом инвесторов и инвестиций, но по всем нашим сегодня оценкам, и как мы это видим, где-то к концу июля будет смена десятого, на десятый этап смены дисконта. Это значит понижение венчурных премий, это значит изменение условий уже по партнёрской программе. Это всё, друзья, естественный процесс, потому что я тут не скажу ничего нового, я постоянно это повторяю, вы слышите это с самого начала, что большие инвестиции должны переходить на меньшие дисконты. И это, друзья, абсолютно закономерно. У нас сейчас постоянная динамика в сторону увеличения прихода инвестиций и инвесторов, постоянно сейчас идёт увеличение выполненных работ, и сегодня, начиная с сентября, уже будет опять очередной скачок, связанный с начала монтажа уже высокоскоростной трассы, а там объёмы инвестиций должны быть как минимум в три раза больше по месяцу, чем сегодня, поэтому нас ожидает ещё большая-большая работа. И, соответственно, это уже будет дальше выходить в такую более финансовую логику. И здесь мы как раз с сентября месяца рассчитываем о том, что у нас начнётся раскручиваться вот эта большая финансовая именно уже составляющая, когда придут и начнут работать очень высокие, большие игроки, когда мы станем для них абсолютно понятным с точки зрения применения уже и инвестиций, и, соответственно, заработков. Этого нельзя было ещё сказать, что в прошлом году мы к этому были готовы, когда задавали вопрос, а почему вот эти крупные фонды смотрят, но до сих пор не инвестируют. Мы говорили, что они выставляют ряд требований, которые мы должны выполнять, и, скорее всего, мы придём к пониманию и к такой чёткой, совместной, взаимовыгодной работе только где-то к сентябрю месяцу. И это будет абсолютно, друзья, закономерно. К сентябрю месяцу у нас появится ещё очень много демонстрационных уже образцов, которые мы не увидим с вами в июле на Экофесте. Вот уже будет следующий ряд машин, которые сегодня уже проектируются, закладываются, вот, но увидим мы их уже после Экофеста. Друзья, это тоже естественный процесс, потому что, как мы говорили, начало демонстрации есть положено, это 29 ноября, а окончания у неё не будет в ближайшие 100 лет никогда, потому что у нас будут возникать новые решения, новый подвижной состав, новые технологические возможности, которые будут открывать, и этому процессу не будет завершения. И только этот процесс, друзья, это наша защита о том, что мы всегда будем на острие, мы всегда будем формировать новые рынки, и на этих рынках будем занимать всегда достойное место. У нас будут, как я тоже не раз говорил, очень серьёзные, достойные соседи, такие как Siemens, уважаемая нами компания, Bombardier, Caterpillar, я обязательно рядом хочу видеть Toyota, ну и очень любимую и уважаемую, но это, друзья, будут уже равны нам по и значимости, и разделу рынка компании. Поэтому, друзья, как вы видите, на будущее мы смотрим с большим оптимизмом. Я тут недавно общался с одним очередным предсказателем-футурологом, и когда он меня начал опять пугать страшными вещами о вырождении человечества, о том, что мы сами себя убьём ГМО, о том, что у нас идёт мутация, и так далее, и так далее, вот, я слушал, слушаю, я говорю, ты знаешь, вот то, что мы сейчас делаем, мы говорим о том, что в течение 5-10 лет у нас будет 100% экологические продукты, мы будем пить только чистую лечебную воду, мы будем дышать не то, что абсолютно чистым воздухом, а который будет ещё ионизирован и ароматизирован персонально под каждого человека, это микросфера, которая будет создаваться именно в каждом юнибайке под персонального человека, мы будем перемещаться бесплатно из любой точки мира в любую точку мира, наши дети не будут иметь возможности даже попасть под автомобиль, потому что вся транспортная инфраструктура будет на втором уровне, а мы с вами будем ходить, как Юницкий любит говорить, босиком, экологически чистых вещах, и жить в хороших местах, и роботы за нас ещё будут делать очень много работы, которая сегодня человеку не свойственна, и почему-то я этого будущего не боюсь, наоборот, оно мне нравится, и более того, я работаю сегодня над тем, чтобы оно как можно быстрее приближалось. Вот это, друзья, разный взгляд на футурологию, разный взгляд на будущее, но я позволю себе утверждение делать то, что мы с Алексеем, как ученики футуролога, помните, раньше мы называли себя прикладными футурологами, потому что создали ассоциацию прикладной футурологии, но после выступления Юницкого перед Арабом я сказал, что нет, Анатолич, давайте я перестану называть себя футурологом, я всё-таки ученик футуролога, потому что то, что говорит и делает Юницкий, это, конечно, просто несопоставимо с тем объёмом, который мы можем даже себе осознать. И на одном из вебинаров, два или три вебинара назад, помните, когда мы говорили про ГУМУС, про как это будет менять экономику, то, друзья, я через 17 лет только осознал значимость технологии ГУМУСа, и что SkyWay вместе с ГУМУСом это абсолютно новая индустрия, чем даже я мог себе представить. Я думал, что SkyWay это перевести человека или груз из одной точки, но потом стало понятно, что это ещё информацию передать, но потом стало понятно, что ещё энергию передать, потом стало понятно, что это ещё и выработать эту же электроэнергию, на которой едешь, а потом стало понятно, что это ещё и расселение, а потом уже и среда питания. Но, друзья, всё это приходит с пониманием не сразу, и что самое важное самое, что мы не говорим об этом, мы не агитируем за это, мы это создаём. И это, друзья, радикальное отличие сегодня. И недавно из Америки нам прислали американский ролик, где сравнивают уже Skyway, сравнивают с Hyperloop и пытаются показать и сравнить Skyway с Hyperloop. Это уже американская передача, американская, так сказать, это, ну, с одной стороны, лестно, что уже все-таки заметили, но с другой стороны, какую ерунду они несут. Вот я просто смотрю, просто ерунду несут. И уже хочется сказать, друзья, вот давайте спорить не будем, построите свою Hyperloop, запустите там туда, в магнитном подвесе, вот этот вот свой подвижной состав, и тогда будем сравнивать, что сравнивать картинки с подвижным составом, который уже проходит испытание. Вот когда были у нас картинки и у них картинки, ради бога, вот мы сравнивались, говорили, а как сегодня генерального конструктора, который создает подвижной состав и проектирует уже на 4 поколения вперед, сравнивать с теми, кто рисует картинки, причем с нарушением законов физики. Вот это как раз самое интересное, поэтому есть другой момент. Юницкого тоже раньше обвиняли, что то, что он делал, не все показывает. Я согласен, что там есть какие-то ноу-хау, которые сейчас показать нельзя, и поэтому с точки зрения физики это пока выглядит бредово. Я допускаю такую мысль, но ответ тоже один. Постройте, дайте характеристики, вот эти характеристики будем сравнивать. А сравнивать картинки с действующим подвижным составом, друзья, это глупость. И давайте не будем заниматься глупостью. Поэтому мы говорим, что мы вышли в проекте за тот этап, когда нас надо сравнивать, мне постоянно присылают это, говорят, а вот это наши конкуренты или нет, и дают очередные картинки. Я говорю, я даже рассматривать не буду, я рассматриваю только фотографии и видеозаписи испытаний подвижного состава. Если этого нет, это даже неинтересно рассматривать. Это просто все утопия. Когда сделаете, будем рассматривать. Пока не сделаете, вы болтуны. Все. Это, друзья, мы имеем право это сказать, потому что все время и до сих пор нам продолжают говорить о утопии, мы болтуны и мы не делаем то, что говорим. Ответ здесь один, друзья, Марьяна Горка. И ответ всегда только там, в цехах, на производстве, в конструкторском бюро. Мы можем уже так отвечать. И мы будем общаться и обсуждать только с теми, кто стоит на этой же ступени. А те, кто занимается бла-бла-бла разговорами или тем более зловредительствами, это, друзья, другого тема разговора. И с такими деятелями мы не то, что уже не общаться, у нас будет выработана совсем другая линия поведения. Ну вот, друзья, давайте на вот этой, я бы сказал, очень такой боевой ноте, потому что у нас, друзья, впереди еще большая работа. Я каждую неделю, я говорю, сейчас у меня настолько интенсивность идет по работе. И здесь, почему сейчас Анатолий Дуарович очень стал там прям настаивать, чтобы я участвовал во всех переговорах с крупными инвесторами, с фондами и так далее. Потому что, к сожалению, все сейчас могут признать, что даже информацию, которую мы доводим на вебинарах, это только малая часть, которую можно реально и рассказать при личной встрече и дать как аргументацию при таких вот презентациях. Поэтому сегодня я провожу десятки и десятки презентаций, в основном это уже крупные бизнесы, фонды. И тут, наверное, кто знает или кто бывал на моих презентациях, друзья, я очень редко встречаю людей или заканчиваются беседы, когда человек говорит, все, что я слышал, сейчас ерунда. Мы тут были в Будапеште с одним очень крутым и скептически настроенным там таким юридическим фондом, который просто начал с того, что мы вам не дадим работать на территории Будапешта, потому что вы занимаетесь противоправными действиями. Закончили мы, друзья, тем, что они согласились быть нашими партнерами по ряду проектов там не на территории Будапешта, потому что здесь нам их услуги уже были не нужны. Это тоже, друзья, определенная уже квалификация и работа, потому что, уж поверьте, столько количества презентаций, сколько мы сейчас с Алексеем проводим, сколько вообще наши все диктора, Ирина Волкова, Вячеслав Волков, Инета, Володя Маслов. То есть это просто уже, друзья, в любое время дня и ночи разбуди, и ты будешь рассказывать, показывать, аргументировать и делать. Поэтому, друзья, ну а когда еще все конференции, друзья, почему сейчас каждая конференция, которую мы проводим, она просто лучше и лучше, я вам просто могу сказать. Потому что когда ты конференцию начинаешь с презентации, с включения роликов Юнибайка и Юнибуса, а не того, как три года назад я начинал рассказывать, что мы будем делать, и показывал фотографии Зилы, которого уже не было в природе. Поверьте, друзья, это совсем другие презентации, это совсем другая аргументация, это совсем другая работа. Все, друзья, давайте, как всегда, строй SkyWay, спасай планету, движемся дальше. Вечером у нас в 20 часов традиционный для европейской части вебинар на русском языке, в 21 юни-скай-вебинар для наших партнеров, которые сегодня, друзья, являются основными инвесторами в технологии. Добрый день. Я президент компании «Акционерное общество Югостинская железная дорога». Нахожусь я сейчас в Белоруссии, в Минске, в компании SkyWay. Я познакомился с данной компанией благодаря «Белтранснет» в Москве. И на сегодняшний день я убедился в том, что я не обманулся в плане, что я приехал сюда и очень сильно сожалею о том, что я раньше не сделал это движение. Это технология, это, во-первых, доставка, скорость, это наука и знания в этом, технологические разработки, подход к вопросу по полной программе. И самое главное, стопроцентное доказательство о том, что эта технология правильная. И рядом со мной находятся люди, которые в действительности это все делают, строят. Я хочу, чтобы на моей маленькой родине было именно сделано то, что здесь я увидел. Экологически моя страна выиграет. Для меня это самое важное. И я хочу добиться, благодаря технологии SkyWay, чтобы жить в горах было престижно. И думаю, что будущее за нами. Я уже сегодня увиделся в этом. Субтитры создавал DimaTorzok